Всем привет! Я веду репортаж с известной Киев-стрит, одна из самых богатых улиц мира, наверное, может тягаться только с продвеем. Чем известна Киев-стрит? Тем, что здесь находятся офисы, меня, наверное, плохо слышно, будем надеяться, что вы услышите, здесь находятся офисы самых известных, самых влиятельных мировых лоббистов. Я вам скажу так, что никакое событие, ничего в мире, никакая корпорация фактически сильная не работает без влияния лоббистов. Лоббисты это те, кто имеют непосредственное влияние на Конгресс, те, которые продвигают нужное законодательство, те, которые получают деньги за то, что представляют своих клиентов перед властью Соединенных Штатов Америки. Поэтому только на сегодняшний день здесь, на Киев-стрит, я не знаю, сколько здесь лично работает, но всего зарегистрировано порядка 22 тысяч лоббистов в Соединенных Штатах Америки, те, которые отстаивают интересы своих клиентов. И затраты на лоббистов компаний составляют порядка от 3 до 8 миллиардов долларов в год. И в последние годы эта цифра, ну, непосредственно, всегда наочень растет. Поэтому здесь офисы находятся, как вы видите, за моей спиной. И все-таки услуги лоббистов, они на самом деле очень-таки не дешевые, потому что минимум контракт составляет, возможно, 10 от 10 тысяч долларов и так далее. В случае с недавним... Кстати, мое расследование скоро выйдет. В случае с недавним делом Юлии Тимошенко, как известно, ее муж Александр потратил порядка 1 миллиона долларов на американских лоббистов, которые находятся здесь за моей спиной. Офис, кстати, здесь недалеко, на Кей-стрит, для того, чтобы освободили Юлию Тимошенко из тюрьмы. Но, как мы знаем, освободили ее не лоббисты, несмотря на то, что они приняли некоторые формальные законопроекты в Сенате, которые все-таки проголосовали. Сначала палата представителей, потом Сенат. На самом деле, это носило совершенно формальный характер. Наш президент Тянукович не имел... На него это никак не подействовало. И, тем не менее, Юля оставалась в тюрьме. И ее освободили все-таки обычные украинские граждане, которые вышли отстоять свой интерес на Майдан. А вот за мной лоббисты... И на самом деле история очень разная. Лоббисты продвигали интересы диктаторов, всяких нехороших людей и тому подобное. Но здесь, на этой улице, за моей спиной, находятся деньги. И буквально в соседнем квартале находится власть. Власть не только американская, а власть мировая. Следите за следующими моими репортажами. Привет из Америки, из K-Street. Bye.